Виконста. Виконста, а вы что знакомы? Ну так, надо подписываться. Я вас и смотрел, вы все новое там есть? Да, да, есть. Мы будем готовить суп, поэтому нам нужны будут макароны. Две сосиски аппетитные ЕМК. Ну наконец-то приготовили мы сегодня завтрак, обед и ужин. Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня я для вас подготовил топовый выпуск. Поэтому сразу же поставь палец вверх, поддержи меня. Ну а в конце этого видео напиши абсолютно любой креативный комментарий, который поможет выдвинуть это видео в топ. Из названия этого выпуска вы прекрасно понимаете, что я буду делать. Меньше слов, больше дела. А сейчас я уже нахожусь в районе Донецк-Сити. Ну и пойдемте в магазин, посмотрим, что у меня получится купить на 100 рублей. Так, ну зашли мы уже в Сити. Почему выбрал именно я магазин этот? Потому что там можно все купить на развес и в маленьких количествах. Кстати, тут у нас уже стоит елка. Опять же, скоро Новый год. Поэтому вот такие красивые елки у нас здесь стоят. Так, сейчас мы пойдем выбирать товары на завтрак. Ребята, так как на развес овсянки нет, мы возьмем за 41.12 вот такую вот 450-игровую упаковку. Потом высчитаем, сколько будет стоить одна порция. К овсянке нам нужен будет один банан. Банан у нас вышел на 12.24. Так, пойдемте возьмем луковицу и морковку. Так, лук у нас по 19.99. Давайте возьмем большую и не гнилую. 42 код. Лук у нас на 6.24. Также нам нужна будет морковка. Морковку возьмем большую, так как она нам пригодится еще для зажарки на ужин. Ну, давайте, в принципе, возьмем такую. Так, у нас еще вот такой маленький пакет будет рубль стоить. Но дело в том, что морковку с грязью не будешь тащить, поэтому мы положим ее в пакетик. Морковь у нас 17.98. 106 номер. Морковка на 3.85. Так, ребята, мы будем готовить суп, поэтому нам нужны будут макароны. Так, макароны у нас получились на 2.16. Виконста. Виконста, надо что-то знакомое. Ну, так. Надо подписываться. Я вас и смотрел, вы всюду там ездили. Да, да, ездил. Ну, и сегодня буду ролик снимать, сейчас надо только курицы купить. Буду завтрак готовить, обед и ужин. А можно там одну голень взять? Да, вы мне поможете? Легко. Спасибо. Скорее всего, давайте мне, наверное, одну голень, чтобы как раз на суп хватило на раз. В принципе, у меня... Может, это лучше окорочок небольшой? А он на сколько затянет? Дело в том, что... Ну, 161, голень 120. Ну, конечно, да. Ну, давайте голень, потому что в бюджет не укладываюсь. Ну, они маленькие. Да, давайте маленькие. Как раз на раз хватит. Одну штучку? Одну. 11 рублей, отлично. Так я тут того бульона. Ну, ничего, на раз же. Что еще? Все. Спасибо большое. До свидания. Так, друзья, ножку мы взяли. Лук, морковка у нас есть. В принципе, для супа мы уже все купили. Поэтому сейчас будем покупать на ужин что-то. Возьмем гречневой крупы. Так, гречка у нас на 5,98. Сейчас возьмем на гарнир, скорее всего, что сосисок и томатной пасты, чтобы это было немножко повкуснее. Пережариваем все, и у нас будет готовый уже ужин. Две сосиски аппетитные, ЕМК. Спасибо. Так, сосиски у нас получились на 17,83. Так, и возьмем мы одну томатную пасту на ужин за 10 рублей. Так, ребята, еще возьмем мы, наверное, 2 яйца. Не знаю, когда мы их будем есть, но возьмем. Яйца по 6,67. 127. Мелочи не будет? 27, сейчас не надо. Друзья, ну вышел я с супермаркета. Прикупил я вот такие товары. Итог у нас получился 127 рублей и 7 копеек. Но, к сожалению, овсянки на развес не было. Поэтому мы поделим эту упаковку на 4 порции. В итоге у нас получится 1 порция 11 рублей. Картошку забыл еще на суп. Ребята, я забыл картошку. Но вот такая одна картошина стоит 3 рубля на суп. Сейчас мы будем завтракать. В принципе, у нас на завтрак банан, яйцо. И откроем пакет, насыпем 1 порцию. В принципе, по поводу завтрака сумма будет вот такая. Поехали! Так, чистим наш банан. Мы его будем добавлять в овсянку, как десерт. И высыпем 1 порцию с этой упаковки. У нас получилось где-то грамм 130-140. И вот у нас сколько еще остается. Ну, раза на 3-4 может быть хватит. Так, чайник у нас уже закипел. Поэтому заливаем овсянку. И накрываем крышкой. Немного соли, чтобы шкалу получал, отставало. И уже кладем яйцо. Вода практически закипела. Так, ты что же сегодня завтракаешь? Закидываем сюда банан. Круто! И перемешиваем это все. Ну что, приступим к завтраку. У нас овсянка с бананами и яйцо вареное. Чай я не брал. Я взял воду. 1 литр воды стоит 2 рубля. То есть, я взял 2 литра на 4 рубля. Я думаю, на целый день хватит. Ну что, приятного аппетита! Кстати, напишите в комментариях, какие яйца вы любите. Сваренные вкрутую или всмятку? Класс, да? Так, немножко подсолим. Овсянка у нас полезная. Там очень много углеводов. Кто не знает, углеводы это заряд энергии на целый день. Завтрак должен быть насыщенным, потому что многие работают. Поэтому, как у вас пройдет завтрак, так и рабочий день. Приятного аппетита! Друзья, присоединяйтесь! Опять же, повторяюсь, это эксперимент. Посмотрим, какие будут у нас результаты в конце. Меню может быть абсолютно разное. Это один из вариантов, который я подобрал. В принципе, кому интересно, вы можете также написать в комментариях ваши предложения. Может быть, по вашему меню мы в следующий раз снимем другой видеоролик. Так, ну что, поделюсь впечатлениями. Желудок полный. По поводу насыщения. Насыщение обычно настает спустя 20 минут после приема пищи. Поэтому сейчас тяжело сказать. Но я думаю, мне до 12, до часу хватит энергии. Ну, если не хватит, будем терпеть. Ну, а что делать? Пришло время обеда. Заодно мы приготовим ужин. У нас будет суп с макаронами. Пол луковицы мы на зажарку для супа. Пол морковки тоже на зажарку для супа. Картошку целую. Ну, и одну голень куриную. Это у нас супчик будет. А на ужин у нас две сосиски. Половина морковки. Половина луковицы. Сделаем зажарку. Добавим томатную пасту. Сварим гречки. Пожарим одно яйцо. Вобьем туда. Ну, и такой у нас получится обед вместе с ужином. Так, ну что, поехали? Сварим гречки. Сварим гречки. так вода у нас уже закипела поэтому сначала туда закидываем ножку куриную что касается масла подсолнечного и соли я не вёл учёт так как практически в каждом доме есть соль и масло если нет то можно пойти взять у соседа так ну ещё плюс будем сейчас варить гречку половины мы высыпем суп а половину у нас будет на гарнир милочка ты подписчикам привет передала лайки пусть ставят не забывает пусть на канал подписываться правильно отлично добавляем картошку с макаронами немного переборщил поэтому тут хватит одной жменьки потому что это будет не супа каша и тут у у нас ещё остается наверно на супа три таких в следующий раз надо поменьше будет взять высыпаем немножко зажарки в суп а остальную в прикуску к гречке высыпаем эту упаковку на зажарку тем временем у нас уже закипела вода на гречку так ну что суп у нас готов поэтому мы его выключаем довариваем гречку сейчас разогреваем сосиски и потом уже жарим одно яйцо и это все дело складываем в кучу раз и два как раз дадим ему немножко остыть ухты полная тарелка получилась еще осталось поджарить одно яйцо всыпаем мы гречку нашу так друзья вот у нас гарнир вот у нас и сосиски с зажаркой смотрите как аппетитно все выглядит и сейчас мы поджарим яйцо и сверху сюда его закинем вот так будет по красоте ну наконец-то приготовили мы сегодня завтрак обед и ужин получились у нас такие прекрасные порции я считаю что для одного взрослого человека это вполне достаточно не знаю как вы но для меня это будет как раз самый раз друзья но вы напишите комментарии что вы думаете по этому поводу как вам такие выпуски интересно или нет может быть что-то еще посоветуйте мне присоединяйтесь берите вкуснях и вместе будем пробовать это все я знаю вы тоже будете пробовать экспериментировать и у вас обязательно все получится если вам понравился этот видеоролик вы знаете что делать комментируем лайкаем делимся в соцсетях рассылаем везде где только можно но с вами был на канале векон 100 до новых встреч всем приятного аппетита и пока пока